Говорим об этом всем далее. С нами на связи Александр Зеленко, сотрудник внешней разведки КГБ СССР. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Давайте начнем со стрельбы. Что там, как вы думаете, могло произойти? Почему началась перестрелка и погибло так много людей? Ну, во-первых, Россия это все же страна исламская. Ислам является, сколько бы ни рассказывали о православии, ислам в России является ведущей религией. Самая большая мечеть в Европе находится в Москве, и исламские традиции в России ведущие. Никаких христианских ценностей, разговора нет. Поэтому конфликт между исламистами и всем остальным таким сбродом, который был призван, это нормально, это естественно, да. Это первое. Поэтому атака со стороны исламских фундаменталистов, которые являются гражданами, скорее всего, России, и имеют там двойные, то-то таджик и российский паспорт, потому что, собственно говоря, купить за небольшие деньги российский паспорт в предыдущие годы для граждан стран Средней Азии и бывшего СССР проблем не представляло. Для того, чтобы работать в Москве и для того, чтобы постоянно не платить каждому встречному представителю полиции, покупался паспорт, и все эти таджики, туркмены, казахи, они спокойно были с этим вторым российским паспортом. Теперь их по этому второму российскому паспорту могли призвать, но, естественно, они же не считают вот этих местных русских этот сброд равными себе. Поэтому то, что возник религиозный конфликт, это да. Второй вопрос по поводу того, что вот эти все дамочки, у которых сыновья так хотят их защищать, и так хотят уничтожать украинцев, и их плохо подготовили, у них забрали. А вы чего хотели? Вы живете в криминальной стране. У вас законы криминального мира. Все, что мое, то мое, все, что твое, тоже мое. Прав тот, кто сильнее. Прапорщик сильнее, он заберет и еду, и одежду, и если нужно будет боекомплект, и если нужно будет, побьет, а нужно будет, прибьет ваших отпрысков. Чего вы хотите? Александр, а скажите, а как вы думаете, как будут дальше развиваться события? Все по-тихому замнуто, часть будет себе спокойно дальше работать? Абсолютно, никаких изменений не будет, потому что это совершенно не противоречит традиции российской государственности, российской армии и российского внутреннего устройства. ЧП не произошло. То есть для них это, ну да, слишком много трупов на единицу времени. Вообще смертность советской армии нормальная, чтобы это вы понимали, без каких-то тяжелых катаклизмов, это 2%. Двое из ста должны погибнуть в мирное время. Это ноль. Силы специальных операций, террористические группы, диверсантов, чтобы хоть каким-то образом еще вот этот сброд науськать, натравить на украину и на украинцев. Все, что... У них принцип. Все, что идет против их врага, против цивилизованного мира, все можно. Поэтому трупы, не вопрос, все что угодно. Они друг друга перережут, друг друга ограбят. Это ограбили украинские диверсанты, это убили украинские диверсанты. Конечно, было бы хорошо, если бы наша армейская разведка, для армейской разведки 100 километров в глубину, это то, как она, в общем-то, и должна работать, уничтожение всех этих лагерей, подготовки пушечного мяса, чтобы они не успевали доходить до нашей территории. Ну, пока этим мы не слишком активно занимаемся, ну, и, как говорится, еще не вечер, мы обязательно поможем демилитаризировать всю Россию, если я не думаю, что это закончится только небольшими подразделениями, нет. От Белгорода до Камчатки Россия будет демилитаризована, то есть ликвидирована. Их армия, это понятно. А то, что будет тотальный обман, ну, это общество лжи. Там, где идет вранье с первой до последней, с момента образования этого государства, лже-князья и лже-Москва, и до сегодняшнего дня, другого быть не может. Мы не должны удивляться, наоборот, мы должны у них развивать, подталкивать. Да, да, молодцы, отлично. Все отлично, все правильно. Знаете, Александр, я с вами тут не соглашусь, мне кажется, что очень важно не потерять вот эту способность удивляться тем событиям, тем действиям, тем решениям, которые происходят в Российской Федерации, потому что мне кажется, что это признак того, что, ну, наверное, остается... Психика, во всяком случае, остается более-менее ровной, да? Да, если мы чуть-чуть удивляемся. Да, и мы остаемся людьми в этом случае. Я вот что хотел у вас еще спросить. Часть, где произошла стрельба, уже попадала в средства массовой информации. Это там около ста мобилизованных отказались ехать воевать в Украину, и в итоге удалось оговорить ехать на фронт лишь 20 человек. Как думаете, вот вспоминая слова российского, кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева, совпадение ли это, что этот теракт, которым его называют российская власть, произошел именно в этой части? В российской армии действует принцип. Не хочешь, заставим, не умеешь, научим. Но не умеешь, научим, уже отошло в былое, не хочешь, заставим. Раз в этой части был прецедент того, что новобранцы слишком много демократии взяли на себя, вот разрешили себе что-то заявить. Теперь это будет только силой. Скорее всего, сценарий был такой. Офицеры поручили прапорщикам и сержантам, старослужащим разобраться со всем этим сбродом, который недостаточно готов и недостаточно хочет. А те, как говорится, тоже российским менталитетом перегнули палку. Их нужно было всего лишь очень сильно избить, а получилось, что очень сильно убили. Но насилие в российской армии – это норма, которая идет веками. Раз есть какой-то прецедент дефекта боевого ослаживания, дефект патриотизма, еще чего – бить. Однозначно с самого начала всегда. Офицер поручает сержанту самому звероподобному или прапорщику. И этот звероподобный прапорщик, подбирая команду, дальше приводит всех, называется, привести их в чувство. Вот их, скорее всего, и приводили в чувство, но привели в чувство слишком жестко. Очевидно, теперь командование будет поставлено на вид, что все-таки нельзя убивать так много расходного материала. Они должны были выполнить еще свою задачу на территории Украины. Не более того. Александр, смотрите, мы видео смотрели обращение матерей и жен мобилизованных, которые там, значит... Снова в Киеве, судя по всему, звучат. Только что прям, да, прям... Прям только что взрыв какой-то произошел, да. Продолжим наши новости. Значит, эти жены и матеря обратились к Путину, что их детей они собрали, отправили на войну, а их, оказывается, обобрали. Как думаете, будет какая реакция или нет? Никакой. Абсолютно никакой. Это норма. Норма взаимоотношения общества. А я у тебя заберу. Сдохни ты сегодня, а я завтра. Это один из тюремных постулатов, которые действуют во всех верхушках, во всех этажах российской власти. Никаких. Раз украл — молодец. Наоборот, вот было бы смешно, вот там гнило интеллигент, и дальше, и дальше, если бы не украл. А украл — это отлично, это все прекрасно, все хорошо. Поэтому никаких последствий для командования этой части не будет. А вот те, какие вот персонажи, которые так переживали, что их где-то недостаточно научили убивать украинцев, ну, я могу только порадоваться за них. Слава Богу, как там, земля вам стекловатая, и получайте свои лады, калины за своих мобиков. Очень надеемся, что вы находитесь в безопасности, если вы в Киеве, снова слышны звуки взрывов в столице. Прямо очень сильно, да, буквально стены ходят хобером, да. Напомню, что с утра в Киев уже трижды обстреляли, судя по всему, на протяжении выпуска будут другие новости, другая информация уже обновленная, исходя из того, что мы слышим, сидя в студии в столице европейской страны. Увы, мы будем привыкать, все равно победа будет за нами, нужно немного потерпеть. Александр, после оглашения мобилизации уже десятки мобилизованных российских военных попали в украинский плен. Какой ваш прогноз того, как себя проявят эти мобилизованные в бою? Смогут ли они повлиять на ситуацию на фронте? Я знаю, что по этому поводу есть много мнений. Интересно, ваше в этом случае. Ее будут идти атаки большими массами. Личное мужество, личное умение российского солдата никогда не ставилось ни целью и никогда не существовало как таковое. Российский солдат от двух минут, в зависимости от части, в зависимости от ситуации боя, ему жизнь идет от двух минут до двух часов. Поэтому никто его не собирается готовить. Они попадают в плен, включают дурачка о том, что мы ничего не знали, ничего не хотели, нас обманули. Это ложь. Подавляют практически все. Они идут с презрением и ненавистью к нам. Когда мы их меняем, возвращаем, меняем на наших ребят, большая часть из них возвращается опять в строй, их он призывает, мобилизует, и они опять идут воевать. То есть перевоспитанию они не подлежат. Личное мужество проявлять они не будут, но они будут друг друга подбадривать. Чем их больше, тем они будут активнее и наглее. Чем их меньше, тем больше они будут бежать. Чем хуже будет управление, то есть чем менее жестокими будет их командование, тем быстрее они будут бежать и сдаваться. Чем более жестоким и звероподобным будет командование российской армии, тем более устойчивыми они будут в бою. Здесь тоже нужно понимать психологию россиянина. И зверь во главе, и они начинают идентифицироваться с этим зверем. Если зверя во главе нету, они теряются и становятся инертным вот этим мясом. Поэтому от каждого человека внизу ничего не зависит, ибо этих человеков в России, собственно говоря, ни ценности, ни как такового феномена их нет. Александр, смотрите, бывший командующий сухопутными войсками США на европейском континенте Бен Ходжес заявил, что россиянам зимой будет гораздо труднее воевать, чем ВСУ. Ведь по сравнению с украинскими войсками они недостаточно оснащены, не готовы и не обучены. Согласны ли вы с таким прогнозом? Как вы сами думаете, как будут воевать российские солдаты зимой? Труднее воевать, но нужно же учитывать, что жить как? 60% территории России не имеют канализации, водопровода и центрального теплоснабжения. Они там живут, в общем-то, в сходских условиях. У нас фермы для коров и свиней оборудованы лучше, чем большая часть российских городов. Поэтому, ну замерзнут они насмерть, какие-то, блин, на жахтарошеях. Замерзнут не все. Опять-таки, замерзнут где-то 30, где-то 20, где-то 10. Ну, собственно говоря, проблемы для сотен тысяч вот этого мяса для командования никакого не будет. Бунта не будет. Если бы для них условия жизни были принципиально важны, то бунт бы давно произошел в самой России. А жить в сходских условиях, хоть провалиться у себя в туалет на улице и замерзнуть там, что есть неоднократно, вот даже по российским новостям показывали, человек идет, провалился в свой общественный туалет и там замерз насмерть. Что замерзнуть, блин, даже принципиальной разницы не будет. Поэтому, да, для человека полуголым, без всякого снабжения, без ничего, зимой воевать нереально. А представителям российской армии все эти персонажи, ну, слава богу, да, их перемерзнет значительное количество, они будут гораздо хуже себя чувствовать, может, многие поболеют. Никаким другим образом это не отразится на них. Активность будет, конечно, меньше. У нас тут будет плюс. Да, спасибо, Александр. Это был Александр Зеленко, экс-сотрудник внешней разведки КГБ СССР. С ним мы поговорили о происшествии, перестрелке, либо теракте, как это называют кремлевские власти, который произошел на одном из полигонов Белгородской области, где только по официальной информации убито 11 новобранцев.